добрый день дорогие пекари сегодня снова будем печь сдобу это сердечки с корицей в зависимости от того как вы их сделаете это могут быть как булочки так и фактически печенье печь будем на закваске левита мадре причем не на освеженные поднявшиеся закваски а по сути на остатках то есть я хочу заодно провести еще эксперимент а поднимут ли остатки левиты мадре вот такое сдобное тесто поставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал ну и давайте начинать а я решила собирать остатки левиты мадре после кормления вот после одного кормления у меня осталось 96 граммов я положу их в контейнер и оставлю в холодильнике и после следующего кормления я добавлю такую же порцию остатков к этим закваска это стоял у меня снова в холодильнике очень холодная здесь подходила новая она уже поднялась и сейчас я эту закваску снова буду кормить соответственно отберу столько сколько мне нужно кормить у меня снова будет остаток здесь у меня остаток вчерашний сегодняшний утренний и будет сегодняшний вечерний еще остаток и того смотрим сколько у меня получилось закваске 230 граммов ну вот Всю ее я и отправлю сейчас в выпечку. Поскольку закваску левитамадра бывает сложно очень вмесить в тесто, она остается кусочками, ее проще всего с жидкостью перемолоть блендером. Таким образом подготовить такую суспензию для замеса. Складываю всю закваску в чашу. Это эксперимент и с остатками левитамадра. И в принципе эксперимент я только что придумала этот рецепт, я никогда до этого не делала. Наливаю молоко. Я решила, что 180 граммов мне будет достаточно. Дальше берем муку высшего сорта пшеничную. Я возьму 750 граммов. Хочу большую порцию. 140 граммов сахара. 170 граммов сливочного масла. И прежде чем начинать замес, я сюда высыплю пакетик ванилина. Дальше все просто. Начинаем проминать руками и растирать сахар, масло и муку. Добиваемся крошки однородной. Когда у вас получилась вот такая равномерная крошка однородная, сюда вливаем нашу взбитую закваску и добавляем одно яйцо. Ну а дальше остается только замесить тесто. Если вы увидите, что тесто совсем сухое, добавляйте еще молока. Яйца лучше не добавлять, потому что они только жесткости добавят. Еще 80 граммов добавила. Как я уже сказала, рецепт экспериментальный. Я ни разу именно так еще не делала. Делала по-разному, но именно так не делала. Поэтому смотрю в процессе. Всегда лучше налить меньше жидкости и добавить ее потом, чем пытаться справиться со слишком жидким тестом. Пожалуй, что еще можно молока. Вот еще 70 налила и буду опять же смотреть при замесе. Вот сейчас похоже, что уже будет достаточно. Не смотрите, что много еще сухих участков. Тесто это должно быть не жидким, пластичным и таким маслянистым, как песочное тесто. Вот сейчас видно, что влаги точно достаточно. Тесто плотное. Но при этом оно будет пластичное, когда я его замешу окончательно. На этом смешивании заканчиваем. Очищаем руки, накрываем крышкой и оставляем где-то на 30 минут. После паузы в 30 минут выложите тесто на стол и замесите. Замешивайте удобным вам способом. Я замешиваю руками, растиранием. Либо двумя руками, либо попеременно одно и другое. Так тесто становится эластичным, пластичным. Вы чувствуете его текстуру. И замешивать нужно примерно минут 15-20. Когда тесто замешано, округляем его. Готовим любую миску и укладываем на брожение. Я поставлю на прохладный подоконник, где у меня примерно 17 градусов. И оставлю тесто до утра. Всю ночь тесто у меня подходило при 17 градусах. Слабовато поднялось. Поэтому сейчас я поставила потеплее. Плюс 25. Верхний шкафчик на кухне. И тесто очень хорошо выросло. Простояло оно там 2 часа. Сейчас нужно сделать начинку. Берем ковш и сливочное масло. 200 граммов сливочного масла. Это вот как раз вся пачка. Ставлю на слабый огонь и растапливаю. Не давайте маслу закипеть. Даже если остались маленькие кусочки, не растворившиеся сейчас в теплом масле, они все разойдутся. В растопленное масло всыпаем сахар. 150 граммов. И перемешиваем с сахаром. И дальше нужно добавить корицу. Предпочитайте натуральную корицу. Я высыплю все, что у меня здесь есть. Получилось 25 граммов. Перемешайте, чтобы не было комочков. И дальше нужно поставить куда-то на холод. Масло немножечко подстынет. Начинка станет пластичной и удобной для нанесения. Я сейчас вынесу на балкон буквально на несколько минут. Ну что, еще раз смотрим на тесто. Поднялось оно шикарно. И сейчас его нужно раскатать. Я буду катать его двумя частями, чтобы было удобнее просто на столе располагаться. Разделила. Сейчас сделаю так, чтобы мне удобно было катать. То есть подформовываю при раскатывании. Вот в такой прямоугольник. Мне его будет удобно раскатывать. И начинаю раскатывать. Раскатываем до толщины примерно в полсантиметра. Если тесто перестало ползти по столу, значит оно прилипло. Значит нужно его перевернуть и подсыпать муку. Раскатала вот в такой большой пласт примерно сантиметров, наверное, 55-60 на где-то 35-40. Начинка у меня подстыла. Видите, ее удобно стало наносить. Намазываем тонким слоем. Стараемся доходить прямо до края. Теперь самое интересное – это формовка. Вдоль длинной стороны заворачиваем до середины. И здесь тоже заворачиваем. Выравниваем. И наносим еще начинка. Ну а дальше, в зависимости от того, на какую ширину вы раскатали, можно сворачивать по-разному. Можно в два, можно в три раза. Я вот вижу, что мне можно даже в три раза свернуть. Немного начинки. Вот. Получился такой не совсем рулет. Можно его еще чуть-чуть распластать. Если у вас хороший глазомер, то обойдетесь без линейки. Если не очень, возьмите линейку. Размечаем по три сантиметра. И разрезаем. Можно, кстати, разрезать ниточкой, можно ножом, как вам удобно. Вот такая красота на срезе получается. Берем заготовку и разрезаем ее не до конца. И разворачиваем сердечком. В таком виде укладываем на бумагу. Когда все сформовали, берем пищевую пленку. Смазываем пленку небольшим количеством растительного масла. Это нужно, чтобы пленка не прилипла. И накрываем. Расстойка короткая. Засекаем час-полтора. Через час снимаем пленку. Духовку я уже включила на прогрев на 180 градусов. Берем желток, немного добавляем воды и смазываем по поверхности. Буквально так чуть-чуть слегка смазываем. Выпекать будем примерно около 30 минут. Может быть 25, может быть 35. В зависимости от вашей духовки. Выпекаем на режиме вверх плюс вниз. Мои сердечки с корицей готовы. Они уже остыли. Скажу честно, масло сильно плавилось и текло при выпечке. Я вам сейчас объясню, в чем суть. И, скажем так, проведу работу над ошибками небольшой, чтобы ваша выпечка выглядела лучше и была лучше, чем моя. Итак, давайте посмотрим, какую возьмем. Давайте возьмем вот эту. Получилось довольно плотное тесто. Очень вкусно. Я люблю вкус корицы с ванилином. Поэтому для меня это то, что нужно. Итак, давайте вам объяснем. Мне захотелось вот такую формовку сердечками. У нас получается, что у нас с этой стороны тесто срезано и с этой стороны тесто срезано. И здесь срезы с начинкой с маслом, они открытые. Соответственно, масло вытекает. Если вы этого не хотите, делайте формовку булочками, плюшками, чтобы начинка была закрытой, чтобы снизу она не могла вытечь. Это первое. Второе. Если вы будете делать точно такую же формовку, можете сделать их потолще. То есть не по 3 сантиметра пополам, а потолще. Тогда у вас объем теста в каждом изделии будет побольше. И расстойку не час, а больше. Тогда вы получите подобие булочек. То есть дайте им подняться хорошо. Часа 3, а может быть 4. В таком варианте вы получаете фактически печенье. Плюс в том, что масло пропитывает тесто. Они хорошо хранятся. Плюс корица тоже неплохой консервант. Они достаточно хорошо и долго хранятся. И объем теста небольшой. Они получаются чуть-чуть такие хрустящие. В том числе за счет масла и за счет сахара. И пропитанные этим самым маслом и сахаром хорошо хранятся. Долго не портятся. Но при этом консистенция похожа больше на печенье, чем на булочки. Что еще я хотела показать этим рецептом и этим экспериментом? Если у вас есть свежие остатки левитамадры, то есть вы, например, ее разгоняете. И вам жалко выбрасывать эти остатки. А куда их сработать вы не знаете. Вы всегда можете испечь сдобу. То есть вы покормили, взяли остаток. Покормили второй раз, взяли остаток. То есть 2-3 дня остатки левитамадры вполне хорошо подходят для сдобы. Даже такой жирной, как эта. Я думаю, этот рецепт, этот эксперимент и мои рекомендации вам пригодятся. Поставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И не забывайте подписываться на этот канал. Будем с вами печь. Испечем еще много всего интересного. Пока.